20 июня 37-летнему горожанину позвонил неизвестный от имени руководителя учебного заведения и пояснил, что в связи с утечкой персональных данных ему нужно следовать инструкциям, которые поступят от сотрудников компетентных органов. По совету телефонных собеседников Павел отправился в банк, а после в торговый центр. Буквально через несколько минут мне якобы перезванивают из ФСБ. Человек на видео показал мне корочку. Мне показалось тогда это убедительным. И объяснил ситуацию с утечкой. Поэтому со мной свяжется из банка человек, который меня финансово проконсультировал. И вот дальше начались постоянные звонки. Все через телеграм. Они это объяснили тем, что телеграм наиболее надежный, что его нельзя взломать, прослушать. Мужчину убедили в том, что неизвестный оформили на него кредит. Посоветовали взять встречный займ в 1 миллион 100 тысяч рублей и перевести деньги на безопасный счет. Длительная телефонная беседа саратовца у банкомата насторожила оперативника. Сотрудник полиции подошел к мужчине и сообщил ему, что он подвергается дистанционной атаке. Сейчас, конечно, это уже кажется глупым, когда вспоминаешь эти события. Но тогда я как-то поддался, взял кредит на эту сумму. Но меня спас оперативник. Только благодаря сотруднику полиции меня спасли на такую большую сумму. Иначе бы пришлось выплачивать кредит. Сегодня я этот кредит погасил теми же деньгами. Так что все нормально обошлось. Спасибо за это полиция, за бдительность. Перевести на резервный счет все свои деньги пыталась и 63-летняя жительница Кировского района. Лишь благодаря уговорам полицейского ей удалось сохранить часть денег – 200 тысяч рублей. Вот сняли вы какую сумму денег? Я сняла 500 тысяч. Как бы там я заложила все деньги, но он не брал. Он взял сначала одну купюру, потом еще 8. На 110 подошел Алексей Сергеевич. И говорит, женщина, вы что делаете? Я говорю, деньги перевожу. Мне надо перевести деньги. Я еще раз заложила эту кучку. Он мне сказал, вы что делаете, это мошенники. Я ему не поверила просто. Он показал мне удостоверение. Да, да, да. Нет, я вижу, что это реальный человек. Говорит, вы что? Мне из следственного управления звонили. Все нормально. То есть это на контроле. Напоминаем, что сотрудники банков либо силовых структур не звонят с просьбой снять деньги и перевести на безопасный счет. Не требуют оформить зеркальные кредиты и не просят назвать данные коды из СМС сообщений банка. Пароли от онлайн-кабинета, сведения с оборотной стороны платежной карты. В случае поступления такого звонка настоятельно рекомендуется незамедлительно прекратить разговор и обратиться в финансовую организацию. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.